Прямо сейчас я заливаю для тебя корректирующий слой к себе на Яндекс диск для того, чтобы ты смог скачать И он понадобится тебе, если посмотришь это видео до конца Как установить корректирующий слой в конце видео А пока я это делаю, подпишись Вообще я не особо соображаю в цвете, иногда мне кажется, что я немножко дальтоник Поэтому я расскажу больше про инструменты цветокоррекции в Final Cut, нежели про то, как покрасить тот или иной шот Если говорить быстро, базовую цветокоррекцию можно сделать в три клика Первое, делаешь грамотную экспозицию Второе, настраиваешь saturation И третье, немного корректируешь цвет Для этого нам понадобится color board Вот он у нас открыт Берем какой-нибудь shot Например, там, где я трясу деревья Открываем сперва первый этап, экспозиция Немного опускаем shadow, еще немного Поднимаем highlights Добавляем насыщенности, примерно на стока И чуть-чуть меняем цветовую температуру Все, спасибо за внимание Это был урок по цветокоррекции На этом все, пока! Было бы круто, если было бы все так просто Но погнали расскажу, что я об этом знаю Перед тем, как делать базовую цветокоррекцию Неплохо открыть некоторые инструменты И в Final Cut есть такие штуки, как видеоскопы Например, вот такие вот Вообще, как правильно делать цветокоррекцию По-хорошему нужно накидать несколько слоев Вот этот adjustment layer, который я тебе сейчас уже подогнал Скидываем его две штучки и растягиваем по всей длине нашего видео Первый корректирующий слой у нас будет отвечать за базовую цветокоррекцию Второй корректирующий слой у нас будет отвечать за сам цвет За изменение цвета в картинке К нему можно применить какой-то лут или лат Как правильно говорить, не знаю И таким образом мы сделаем в нашей картинке тот ледяной лук Это так делать правильно Но я, если честно, я делаю немного не так Сейчас расскажу, как делаю я В общем, перед тем, как начать делать цветокоррекцию Неважно, базовую или не базовую Неплохо открыть вот этот инструмент В Final Cut предусматриваются некоторые инструменты Это скопы, видеоскопы Вот здесь мы можем выбрать, какой скоп нам понадобится Это вейформа, вектор скоп или гистограмма Начнем с вейформы, для чего она нужна Вот сейчас у меня открыта вейформа И выбран параметр люма Выбираем люма И здесь мы видим вот эту шкалу от минус 20 до плюс 120 Наш кадр будет правильно экспонирован Если самые нижние участки у нас будут касаться примерно нуля А самые верхние участки у нас будут касаться, либо не касаться сотни Чтобы это исправить, заходим в вкладку Explosion на Colorboard Открываем его И берем сперва вот этот ползунок Это ползунок, отвечающий за shadows, за тени И тянем вниз Тянем вниз, пока нижние линии не коснутся нуля Примерно так Далее берем highlights, белые участки И тянем вверх Вот здесь видно пересвеченную часть Это скорее всего, ну не скорее всего, а так и есть Это вот этот кусок яркого света Это солнце, которое дает такой пересвет Здесь мы видим как раз таки вот такую белую полосу Это означает то, что у нас прямо здесь нет информации никакой То есть никакие детали мы отсюда уже не вытянем Берем highlights и немножко подтягиваем вверх Притягиваем вверх и видим, что левая часть графика у нас начинает касаться сотни Это как раз левая сторона нашего кадра Потому что правая вся у нас пересвечена Но я считаю, что здесь такую можно допустить Ну потому что там все-таки солнце, там как бы и не должно быть деталей И можно еще приспустить средние тона Хотя конкретно на этом шоте это не очень понятно То же самое, давай посмотрим на каком-нибудь другом кадре Сделанном на очень дорогую камеру На этом графике и на этом кадре отлично видно посередине вот этот участок Это женщина в своем бирюзовом костюме Он скорее всего бирюзовый, либо синий Я уже путаю цвета Мы можем его приспустить вниз Как раз таки эти участки до нулей Давай попробуем Берем и стягиваем вниз Таким образом мы делаем базовую коррекцию Поднимаем хайлайты вверх Примерно до 100 Также растягиваем И mid-tones Mid-tones Можно тоже немножко приспустить Открываем дальше saturation Примерно вот настолько В color пока не лезем И вот это и есть базовая цветокоррекция Это коррекция по цветам и теням Наверное так она называется Я, если честно, точно не знаю Но первое, что нужно тебе сделать перед тем, как редактировать свой цвет Это нужно сделать вот такую вещь Смотрим, что получилось Вот здесь в colorboard нужно отжать, нажать галочку Видишь, да, что изображение до этого было тусклое и бесцветное И какое оно стало сейчас Дальше, что нам нужно сделать Это отрегулировать баланс белого, да Баланс цвета Таким образом, чтобы это проверить Мы открываем также в скопах Нам понадобится то же самое в нашей waveform Только теперь мы открываем RGB парад И здесь видим, что на этом графике понятно У нас есть красный, зеленый и синие цвета И мы видим, что синий у нас входит Ну, он выше всех Это означает, что в этом шоте преобладают синие цвета Вообще, в идеале цветовой баланс Это когда все три этих столбика Они наравне примерно по соточку Но здесь мы видим явно, что у нас синий преувеличен Поэтому это можно исправить вот таким образом Откроем вкладку Color в нашем colorboard И теперь, чтобы приспустить вот этот наш синий столбик То есть выровнять цветовой баланс Мы берем для начала Mi Tones И начинаем опускать его вниз Смотрим при этом на график Он опускается Но что происходит У нас как бы синий цвет убирается за счет того, что добавляется зеленый Как бы это не очень хорошо И поэтому, чтобы убрать зеленый цвет Мы немножко смещаем влево Можно взять еще highlights И также сместить их влево Для того, чтобы зеленый у нас приспустился Обязательно проверяем Включаем и отключаем, что у нас получилось Можно сместить еще чуть-чуть Ну и вот сейчас мы видим, что столбики у нас выровнялись И таким образом это как бы натуральный цветовой баланс Который должен быть У нас никакой цвет не преобладает Хотя я бы сказал, что у нас немного все-таки преобладает красный цвет Да, красный немножко уходит Можно приподнять немножко вверх Взять еще также highlights И ими еще покрутить В общем, так делается баланс color вручную Как можно это сделать автоматически? В Final Cut есть такая магическая палочка Она находится вот здесь И ей не грех пользоваться, если ты корректируешь быстро Или если ты не шаришь, например, так как я Я очень часто применяю баланс color Нажимаем баланс color И вот что у нас происходит Он практически стал идентичен нашему кадру Ну, можно добавить экспозиции, да, highlights И мы получим такой же цвет Он не такой насыщенный Можно добавить еще насыщенности И здесь я плавно подхожу к другому инструменту При помощи которого мы можем отстроить правильную экспозицию в коже Для этого возьмем план покрупнее, например, вот этого мужичка И по нему будем делать правильный цвет кожи Вообще кожа у нас всегда находится в средних тонах Поэтому для корректировки цвета кожи Нам нужно будет регулировать миттонцы Это вот этот кругляшочек Включаем другой инструмент Нам понадобится векторскоп И кропаем по участку кожи Чтобы у нас остался один маленький участочек Например, вот щека И что мы видим? Эта полоска, выставленная на векторскопе, нарисована здесь неспроста Она отвечает как раз-таки за грамотную коррекцию кожи С кожей у нас будет все в порядке Если цвет у нас будет ровно прям по этой линии Между прочим, насколько я знаю Это работает абсолютно для всех раз Независимо от того, какого цвета у тебя кожа Вот смотри, как изменяется линия кожи Если я буду крутить вот этим ползунком Это у нас неправильная кожа Это неправильная А вот это у нас типа правильно Берем немножко saturation Смотрим, что получилось Ну и как бы вот сейчас вроде бы как цвет кожи Он натуральный Сейчас хочу показать, как очень легко и удобно выровнять оттенок кожи Открываем наш треугольник, color board Сжмем сюда и выбираем hue saturation Здесь выбираем hue sat Берем пипетку, тыкаем в кожу Определяем вот здесь точку красного Ставим по бокам рядышком точки Для того, чтобы наш цвет красный не разлетался так сильно И здесь можно регулировать насыщенность кожи Я так очень часто делаю Выравниваю цвет, ну, видишь, можно сделать ее краснее, да, это не совсем правильно Можно чуть-чуть прибрать насыщенность На этом кадре не очень хорошо видно Возьмем мое лицо, тыкаем пипеткой в щеку Ставим точки и здесь я могу регулировать насыщенность чисто вот этого участка Это очень удобно, реально пользуйся этим, если видишь, что у тебя лицо морковного цвета Также в Final Cutie очень удобно матчить цвета Что значит матчить цвета? Например, у нас есть уже покрашенный какой-то шот И скопировать его цветовые настройки, как у предыдущего кадра Сделать его максимально похожим В Final Cutie есть такая штука, матч Вот, у нас есть уже покрашенный шот и есть тусклый шот Я хочу смачить этот кадр с вот этим Тыкаю сюда, нажимаю матч color Нажимаю на кадр, с которого я хочу взять настройки цветовые И нажимаю apply match Вот настройки скопировались, все просто в два клика В заключении немного расскажу про то, как накидывать луты и про то, как их ставить Если кто не знает, конечно, посмотри К примеру, у нас есть вот такой шот, он снят в логе на Sony a7 III Из лога можно выйти вручную, да, руками Сделав то же самое, растянув темные тона и светлые тона до сотни И добавив насыщенности Также можно это не применять, хотя это обязательно нужно делать А можно просто накинуть сюда тот или иной лад Лады находятся в эффекте, во вкладке color, вернее Есть такая штука custom loot Можешь просто перекинуть его сюда на кадр, он появится здесь Как установить луты? Открываем вот эту вкладку Вот весь список, это все лады у меня уже установлены Как добавить новый лад сюда? Открываем choose custom лад И здесь выбираем к нему путь На диске, в котором я работаю, у меня есть папка лад И здесь выбираем нашу папку Выбираем папку, нажимаем open И у нас добавляется наш лут Единственное, что не очень удобно и, как на мой взгляд, плохо реализовано в Final Cut Кстати, в премьере, я не знаю как в премьере, ну по крайней мере в Lightroom можно листать пресеты Здесь же нужно, каждый лут нужно включить, посмотреть как он выглядит Если тебе не нравится, зайти обратно сюда в эту вкладку и поменять его Как по мне, если ты типа подбираешь луты, это не очень удобно Если честно, я рекомендую тебе не использовать лут на 100% А каждый раз, когда ты его применил, спускать его где-то на 60, на 80, где-то так Дальше все зависит от твоего, так сказать, творческого порыва Некоторые из этих лутов, которыми я пользуюсь, я прикреплю также вместе с adjustment layer Смотри, рассказываю, как установить корректирующий слой adjustment layer Делается это вообще очень просто Для начала тебе нужно скачать Кликаешь по ссылке, нажимаешь кнопку download, скачиваешь ее себе на компьютер Скорее всего, она попадает тебе в загрузки Берешь ее из загрузок, находишь папку с фильмами на твоем жестком диске Далее в папке фильмы находишь папку motion templates В папке motion templates находишь папку title И просто копируешь ее прямо сюда в корневой каталог этой папки Также сюда можно установить любые эффекты Здесь есть папки с генераторами, с эффектами, с композингом, с транзишнами и с плагинами Но корректирующий слой adjustment layer у нас идет как title Поэтому его нужно копировать в папку title Пользуйся на здоровье Пожалуй, на этом все Это было короткое видео про базовую цветокоррекцию Поэтому, если тебе было интересно и полезно, самое главное, маякни в комментариях Пользуйся инструментами по цветокоррекции Используй графики, используй RGB парад, используй Luma, используй гистограмму А самое главное, правильно экспонируй и отбивай баланс перед тем, как нажмешь кнопку REC Чтобы потом не мучиться на посте Хороший тип кадров, хорошего монтажа Смотри правильные фильмы На этом все, пока!